Всем привет! Я сейчас закатываю очередной урожай домашних помидор. И чем отличается закатка домашних своих вкусных помидорок от покупных? Покупные у нас привозят с юга, срывают с зелеными. Доезжают они, особо вкуснее не становясь. Ну и сорта. А сорта там такие, что они хоть и как их выращивают, они будут безвкусными. Поэтому домашние очень сильно отличаются, они намного вкуснее. И у нас вырабатывалось давно уже различие, как закатывать домашние, как покупные. Покупные один год, когда у нас пропал был урожай, пришлось закатывать. Ой, ну то мы их с трудом, конечно, доели. Но в них, значит, приходится много давать всех этих вот пахнющих, ароматизирующих добавок. Так, чтобы они как можно максимально, значит, насытились этими приправами. Домашние же, если особенно у вас хорошие подобранные сорта, вот как у меня уже с годами, не просто розовые, но именно вкусные розовые подобранные. В первую очередь, косомори. Он прям чудесный вкус имеет. Вот, и если вкусные, да, приятные, то не нужно перебивать этими приправами вкус помидора. Вот так я считаю, значит. Лучше, если ты вынимаешь из банки помидор, и ты чувствуешь его самого вкуса. Вот прям он сам вкусный. Ты ешь помидор, а не кучу этих приправ, а где-то там сквозь них проскакивают какие-то следы помидора. Поэтому, как я делаю? Значит, для начала, что дается в банке? В банке я даю обычно что-то более-менее природное. Это листья смородины и вишни. Это немножко листья хрена. В небольшом количестве. Это колечко лука. Это укроп, зонтик. Вот, и в принципе все. Вот, значит, можно добавить еще по кусочку лаврового листа. Вот, можно добавить душистого перца. Чуть-чуть, буквально по две ягодки душистого перца на двухлитровую баночку. Вот, и чисто, ну, специфика моей жены, что вот она любит гвоздичку. Прямо во всей консервации, значит, даю еще гвоздичку. Вот, а так, в принципе, вот природные, да, природные такие приправы наши местные, что вышел на улицу, надергал, так, бросил. Чеснока не даю. Ну, и кучи-кучи других там сложных каких-то приправ нет. Ну, и сам рецепт. Моем помидоры, сейчас укладываем это все. Ну, и плюс рецепт маринада. Так что, что именно идет в маринад. Покажу. Теперь маринад. Маринад. Завариваю я отдельно. Пятилитровая бутылка. Ну, пятилитровая кастрюля, точнее. Так, значит. Вот. Значит, туда дается 250 миллилитров уксуса на 5 литров воды. 9-ти процентного. Вот как раз стаканчик до краев. 10 столовых ложек сахара, 10 столовых ложек соли. Значит, смотрите. То есть, соль и сахар идут один к одному. Вот. Можно дать и 5 столовых ложек сахара, 5 соли. То есть, тоже будет один к одному. Но тогда, знаете, если хочется не только помидор, чтобы имел вкус, а чтобы еще и сам рассольчик был вкусный, так, ну, маринадно, так по привычке его называем, рассол, чтобы так выпить его, я аж прям хорошо взял за душу, то я предпочитаю вот так, 2 столовых ложки соли, вот 2 столовых ложки воды на литр, на литр этого маринада. Тогда он такой прям насыщенный получается. Вот. И хорошо переносится, хорошо заходит по понедельникам утром. Да и просто хорошо. Вот. Закипятить до растворения сахара и еще, чтобы минут 5 прокипятилось. Значит, уксуса можно дать меньше. Вот есть, собственно говоря, рецепт и без уксуса. Я когда-то рассказывал, показывал, делал, стоят. Но там надо очень, знаете, аккуратно прям каждый помидор перенюхивать. Каждую ту приправу, которую ты доешь, нужно смотреть, чтобы никакой ни гнильцы не было, ни черноты, ничего не на одном листике. Очень уж высокие требования к продукту. Ну, а мы же, мужики, люди ленивые, знаете, нам проще так, что есть. Ну, ясно, если явную гниль, то, конечно, уже отрежешь. Вот. Но не сильно присматриваться к этому всему, то тогда с уксусом. Вот. Значит, получается на литр воды 50 миллилитров уксуса, 2 столовых ложки соли, 2 сахара. Закипятить. Вот. И еще минут 5 на слабом огне, чтобы растворился сахар, и само оно как бы продезинфицировалось. Дальше стандартно. Берем банки, заливаем их, заливаем их этим маринадом, в кастрюлю и варим. Так, вот 5 баночек наготовил. Еще там есть ведро, оно еще будет стоять, созревать. На вторую порцию. Итак, вот, как так сказать, из заморских приправ. По лавровому листу, где листик, где поллистика, если большой. Вот. Душистый перец. Буквально по 2, по 2 ягодки душистого перца. Вот. И гвоздичка. Опять же, на любителя. Есть кто ее не любит, но у меня жена ее прям любит. Вот. Значит, по одной гвоздичке бросаем. Гвоздичкой особенно можно перебить вкус томатов, поэтому не злоупотребляем. Как видите, у меня есть нарезанные помидоры. Вполне нормальное явление. Я их режу, если надо. Никаких проблем и на дне порезанные. Для лучшей укладки. Потому что у меня сорта, скорее, крупноплодные. Вот. Главное их, если уже режешь, то не трамбовать. Потому что порезанный помидор, если его еще втрамбовать, ну то, конечно, он вывернется. А отварки, если его не переваривать, ничего с ним не случится. Вот. Значит, совершенно ничего с помидором не произойдет. Режу, укладываю и все нормально. Так. Маринад прокипел. Желательно, чтобы он кипел вместе с... с черпаком, которым будем набирать. Вот. Но банки, кстати, я не стерилизую. Я их лишь промываю и все. Никакой. Я же давно не надоела эта стерилизация банок. Вот если закрывать без уксуса, да, там придется банки прожаривать, простерилизовывать. Вот. Потому что в помидорках то есть уксус, но все-таки кислота своя. Все-таки ее гораздо меньше. А если вот так, давным-давно я уже не стерилизую этих банок и все нормально. Вот. Главное выдержать время варки. Вот. И все сделать по рецепту. Как обычно, в кастрюлю на дно тряпка. Вот. Ставим туда банки. Банки должны как на две трети их быть закрыты. На две трети их должна до них доставать вода не менее, а не только на дне где-то там варится, да. Вот. Хорошо должно закрывать их в кастрюле водой. Вот. И очень хорошо, если банки полностью закрыты крышкой. То есть если кастрюля низенькая и банка стоит вот так из кастрюли торчит, так, то пар расходится в суроны и не так хорошо пропаривает эту банку, как бы оно пропарилось, когда закрыто. Я специально купил вот такую банку. Здесь три двухлитровки или две трехлитровки с верхом влезают. Полностью с верхом влезают. И гораздо лучше оно проваливается. Вот. До такого уровня банка почти... Ну, даже на три четверти у меня закрыта. Вот. Значит, закрываем крышкой. От момента такого явного закипания, вот, уменьшаем мощность. Но не настолько уменьшаем, чтобы перестало практически кипеть. Уменьшаем. Тут, например, 1500 пишет. Значит, уменьшаем на 1200, и только уже в самом конце я могу на 500 поставить, и оно несколько минут прокипит. Вот. И вот от момента такого явного закипания, когда уже хорошо так кипит, должно пройти на двухлитровую банку 12 минут. Если закипание неявное, лучше 14 засекать. Я на часах сейчас сразу засеку. Вот. И вот если так проваривается 12 минут, и по этому рецепту еще меня ни одна банка не стреляла. Все, в принципе, осталось вынуть закатать. Вот, например, стоят банки, так. Но это так, побулькивание. Это еще не кипение. Должно явно начать кипеть. Вот с этого момента. Можно уже тогда постепенно уменьшать мощность, так, но с того момента засекается 12 минут. Вот. А это еще так, так себе побулькивание. Вот. А вот это уже можно считать, что кипит. Да, оно уже кипит. Оно вот так вот прям между банками ходит. О, вот с этого момента засекаем 12 минут. При условии накрытой крышки. Мощность уже можно снижать по чуть-чуть, так. И вот. Теперь, если 12 минут выдержать, все будет шикарно. Так, 12 минут прошло. Вынимаем. Тут даже уже до 500 уменьшилось. 1000 минут. Так вот. Вынимаем. Ставим, закатываем, заливаем, ставим следующую. Ну, все как обычно. Тут ничего как бы особенного. Переворачиваем, чтобы увидеть не пошли ли пузырьки. Ну, и так. Следующие. Вот. А там заливаем следующие, ставим на их место. Ну, ничего ж. Все стандартно. Так. Закрыли очередных 5 штучек. Накрываем для себя. Хорошая температура подействует. Пропарится. Вот. Так, по мере созревания, по чуть-чуть закатываем. Это, конечно, мелочь, так. Но, в целом, их, конечно, уже больше. Вот. Закрываем каждый год. Вот. Все стандартно идет по такому рецепту. И стоят они нормальнехонько. Вот. И вкусные, и радуют душу. Повторяю еще раз, да, что особенность этого рецепта, это то, что сохраняется в основном оригинальный вкус помидора. Конечно, чуть-чуть добавляется и аромата, и привкуса, и рассольчик такой хороший. Так, маринад точнее. Но оригинальный вкус помидора чувствуется, когда ты его вынимаешь из банки. Поэтому для домашних помидор, особенно если подобраны свои вкусные под себя сорта, это вот такой для меня оптимальный рецепт, чем я с вами и поделился. Надеюсь, был полезен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok